Многие спрашивают, что нужно сделать, чтобы стать первым. Ты не идешь к этому один год, то есть не то, что, например, 20 поездок, то есть ты съездил 20 раз на Маврики или в Южную Африку, и ты выиграешь чемпионат мира. То есть, на самом деле, ребят, которые хотят выиграть, их достаточно много. И все тренируются, все все время напрягаются на 100%, но выигрывать всего лишь один. Мне помогло то, что это уже четвертый год, соревновательный опыт, он не приходит там за 2-3 этапа. Нужно сначала отъездить какие-то соревнования, ты постепенно понимаешь, как ты должен катать заезд, понимаешь, как готовить оборудование, ты понимаешь, как готовиться к определенному заезду, как катать программу. Каждый заезд все равно по-разному происходит. И самое главное, понимаешь, как там и морально, и физически готовиться к соревнованиям. У нас до этого, когда я выступал на ПКРО, у меня каждый год было по 2-3 подиума примерно. Но чтобы был какой-то окончательный результат, там, хороший, общее место, такого не было, потому что очень тяжело собрать вот все воедино. И самое тяжелое, это как раз-таки продержаться весь сезон на пике формы. Мы уже знали, как готовиться к соревнованиям, как и что нужно тренировать. Мне кажется, просто все сложилось. Получилось как раз-таки продержать хорошую форму на протяжении всего сезона, несмотря на травму, которая была еще до сезона. Удалось собраться и как раз-таки проехать весь сезон так хорошо. Если ехать в соревнования на следующий год, то я могу сказать, что уровень будет еще выше. Все думают, что, да, там ничего нового особо не будет. Каждым годом даже в КПВТ уровень очень сильно вырос, из-за того, что очень много райдеров пришло. И чтобы выступать в следующем году на хорошем уровне, точно нужно поднимать количество перехватов и чистоту исполнения. Сейчас первая двадцатка, они все делают одинаковые трюки, то есть все делают двойные, все делают перехваты на обе руки. Но самое главное, это тренировать эти перехваты именно в экстремальных условиях, то есть таких, как европейский, например. Сильный ветер, там большой чоп, там волна, то есть иногда, когда смотришь там условия, в которых соревнования проходят, я, например, когда тренируюсь, я бы просто в таких условиях не пошел кататься, потому что они там никак не предназначены для катания. Какой-нибудь чоп там 2 метра, порывы там от 10 до 45 узлов, еще и холодно. Нормальный человек обычно не пойдет в таких условиях кататься. Если хочешь стабильно выступать на всех соревнованиях, нужно тренироваться и в таких условиях как раз-таки. И, конечно же, поднимать частоту исполнения трюков. Ноги, например, раз, там сделали 5 подряд, там, слимченс, например, и думают, что он уже натренирован. То есть его действительно нужно натренировать так, что ты просто его будешь делать с закрытыми глазами, там, в плохих условиях, там, на 5-метровом кайте. Это самое сложное. И, конечно же, тоже поднимать частоту трюков. Сейчас, например, я был на последнем этапе в Марокко, и ветер дул на берег, то есть при таком направлении человек 5 на галсе делали по 4 перехвата. Например, швед, тут Майк Глунгл, он сделал 5 перехватов на первом галсе, 3 перехвата на втором галсе. На первом галсе он сделал 2 перехвата на свою руку и, по-моему, 3 перехвата на другую. То есть он сделал, например, там, blind judge, моб, какой-нибудь там front моб, там, моб на другую руку, там, КГБ и еще что-то. То есть на первом галсе 5 перехватов. Ну, то есть первую пятерку мы все делали по 3-4 перехвата на галсе, он же сделал там 5. Чтобы сделать 5 перехватов на данном галсе, нужно выполнять их действительно стабильно, то есть как на свою руку, так и на другую. Там, например, нет времени там перекидывать лишь, там, или там готовиться к следующему прыжку, там, полчаса. То есть ты приземляешься, там, смотришь, в какую сторону замотан лишь, прыгаешь там на другую руку, приземляешься, прыгаешь на свою, потом опять на другую или еще что-то. То есть нужно очень так серьезно готовиться. Я считаю свой заезд хорошим, когда я делаю около 14 перехватов в заезде. Это без повторов таких, как, например, Blind Judge, Blind Judge 3, например, Blind Judge 3 с Грэбом. То есть это совершенно разные перехваты. В нормальных условиях соревновательных делают там от 12 до 15 перехватов сейчас. Да, чтобы бороться и быть в десятке мировой, нужно ориентироваться на 15 перехватов в заезде. То есть не всегда получается сделать все 15, но когда ориентируешься там на 15, то делаешь, грубо говоря, там 10 или 12. 12 перехватов в заезде – это хорошо. Если они делаются без повторов, там, без усложнений, то есть не так, что Moe, потом Moe, там, Switch, там, например, или Slim Chen, Slim Chen, Slim Chen, Switch. А это именно 12-15 разных перехватов. В Бразилии я делал 6 базовых перехватов на свою руку, потом 5 перехватов на другую руку и перехвата там 3 на двойных. 3 двойных или там 3 с каким-то усложнением, то есть можно сделать 2 двойных, например, и 1 в blind. Я делал Slim в blind на обе руки, Front Moe перехват и Moe перехват. То есть у меня получалось 4 сложных перехвата, один из них на другую руку. То есть это еще усложнение, то есть не просто перехват в blind, а это перехват на другую руку в blind. Сейчас ребята тоже уже начали делать, например, двойные перехваты на обе руки, поэтому над этим тоже нужно работать. На самом деле вот на другую руку очень многие спорят. Начиналось все с того, что появился такой критерий, то есть усложнение, да, и все стали прыгать на другую руку. И сначала, конечно же, все прыгали лишь бы сделать, там заводит кайт, как-то там коряво этот Slim-Chin там вымучивает. Но потом они там идут к судям и спорят, что это же там был перехват на другую руку, а он, например, не сделал соперник. Поэтому почему же я проиграл? Сейчас очень жестко стали судить перехваты, то есть если он выглядит хуже, чем перехват на свою руку, судьи уже ставят меньше баллов, то есть он должен выглядеть на уровне. Не так, что там завел кайт и еле-еле как-то перехватил. Судьи уже не смотрят, что это перехват именно на другую руку. Они знают, что это другая рука, но он должен выглядеть соответствующий там критерий, там низкий кайт, большой пролет, высота. Если вы прыгаете на другую руку что-то, то нужно прыгать, это тоже хорошо. Не так, что вот я сделал, поставил галочку, нужно прыгать его на уровне там обычной руки. Субтитры сделал DimaTorzok